Дорогие руководцы, в арсенале каждого спортсмена должны быть разные приспособления для того, чтобы повышать свой силовой уровень. Перед нами нехитрые сооружения, сделанные нами, нашей фирмой, несколько лет тому назад. Прежде всего, это была вот такая ручка с резиной, ручка, которая прицепляется к регулированному блоку, и мы выполняем разного рода упражнения на кисть, на бок, на бейцепс и тому подобное. Применяем и ручку с несколько тоньше грифом, хватом. Как правило, этой ручкой занимаются женщины, но даже мужчины могут выполнять на этой ручке упражнения, имея при этом другую цель, не напрягать, скажем, пальцы или, может быть, другой способ напрягать пальцы и так далее. Перед нами лежит то же самое практически, что здесь, по левой стороне, ручки достаточно нового образца. Эти ручки появились несколько лет тому назад, скажем, два года тому назад, и к чему же они служат? Прежде всего, эти ручки позволяют выполнять упражнения так, чтобы палец здесь, ну, нигде, скажем, не зацепал, а не так, чтобы держал, именно таким образом держал. И сейчас я вам покажу последнюю ручку с этой серии. Это ручка для ребят, которые имеют длинные пальцы, ручка, которая позволяет напрячь ваши пальцы, ну, скажем так, максимально. На этой ручке тренируется ребята по крое Алексея Валевода, скажем, или Мартина Крефта с Польши, который только такую ручку, скажем, свои пальцы напрягал и так дальше. Но это не все, это только, как говорится, начало. Сейчас я вам покажу, как действует самая интересная ручка, пожалуй, за последнее время. Итак, перед нами половинка стола. Универсальное приспособление, которое мы подставляем под приблизованный блок. Итак, перед нами совершенно новое устройство. Ручка со специальной вот лямкой. Чему она служит? Для чего она служит? Итак, если мы выполняем упражнение с обыкновенной ручкой, для примера, скажем, вот такой, то выполняя это упражнение, в первоначальной фазе мы напрягаем наши пальцы, но когда кисть у нас загнута, смотрите, у нас пальцы свободны, нагрузка идет вся в том направлении к тросу, то есть практически здесь мы напрягаем уже кисть, но пальцы при этом прослабляем. Какое преимущество именно вот этой ручки? она тоже выполняется. Вот здесь, например, фи-40, но у нас еще есть, например, фи-70, то есть для более крупных, больших пальцев ребят, которые хотят развить не столько кисть, но прежде всего свои пальцы. Так вот, что эта ручка позволяет нам? Смотрите. Во время старта или перед началом выполнения упражнения мы ее несколько проворачиваем, то есть делаем таким образом, что наши пальцы идут на разворот. Вот. А дальше в моменте, когда мы заворачиваем, она постоянно нам старается убежать, то есть развернуть наши пальцы. Тем самым мы наши пальцы постоянно держим в напряжении. Естественно, я сейчас выполняю упражнение на бок и кисть, но если угол атаки изменю на регулированном блоке, то при этом выполняя очень подобный способ этого упражнения, мы можем развивать нашу силу нашей связки, кисти и, естественно, при этом держать мощь на наших пальцах. Кто-то, конечно, может спросить, а чем же тогда отличается вот эта ручка, которая постоянно держит напряжение на наших пальцах, от эксцентричной гантели. Итак, эксцентричная гантеля, прежде всего, помните, она влияет на силу сжатия. Здесь же, в этом случае, мы говорим только исключительно о том, что, смотрите, постоянно идет нагрузка на наши пальцы. Вот. А это еще не сила сжатия. Это еще не сила сжатия. Тот, кто будет выполнять на вот этой рукоятке упражнения и упражнения на гантели, это заметит. Я вам гарантирую. Что можно еще менять в этой ручке? То есть, мы ставим несколько под углом лямочки и тем самым мы можем проворачивать больше, используя два нижних пальца. То есть, вот так. Несколько ее проворачивая вовнутрь. При этом нужно следить, чтобы эти лямки, естественно, не соскакивали с самой ручки. Тем не менее, тем не менее, тем не менее, вы должны понять правильно. Имея такую ручку, в отличие вот этого приспособления, тоже, ручки, можно выполнять более универсальные эти упражнения. тем не менее, наши спортсмены, особенно высокого класса, стараются в своем арсенале упражнений использовать как можно больше разных приспособлений, разной с углубой атаке. То есть, вот этот уже угол атаки будет совершенно по-другому влиять на руку спортсмена. При этом я опустил на всего лишь 20 см. не говоря не говоря на вот этом тренажере начинает это приблизительно от метра 30-40 см. Мы уже буквально каждые 5 см. изменяем регуляцию для того, чтобы угодить каждому спортсмену, каждому, кто хочет выполнять то или другое упражнение. смотрите этим же упражнением этой ручкой можем выполнять так же самое упражнение на бицепс. На бок на бицепс чисто на бицепс при этом напрягать как пальцы которые постоянно у нас разворачиваются бицепс и при этом фиксировать естественно грудную клетку. на бицепс 40-45 нали зайти